Вот это фактура! Если гладкие стены кажутся скучными, придаем им колорит. Самый традиционный способ – обои. Покрытие с фактурной поверхностью надо клеить на хорошо подготовленную стену. Любые неровности на ней будут выделяться сильнее за счет выпуклого рисунка. Обои с очень яркой фактурой не принято наклеивать на все четыре стены с помещения. Как правило, выделяется какая-то зона. Это часто бывает зона за телевизором или зона за изголовьем кровати. Обои с замысловатыми узорами, блеском и даже драпировкой отлично выделят зону в интерьере под богатую старину или неувидающую классику. А вот лофт и прованс в зависимости от оттенка украсят обои с деревянным орнаментом и соответствующим рельефом. Конечно, в интерьере часто используют и натуральное дерево, это могут быть различные декоративные панели, это могут быть рейки, если мы говорим о более простом материале. Часто используют вагонку, это тоже достаточно просто, в плане цены это недорого и смотрится это достаточно интересно и уютно. Все рекорды по разнообразию фактур бьет декоративная штукатурка. Можно колеровать материал в любой оттенок, добавить покрытие блеска и даже нанести поверх рисунок. Штукатурка имитирует шелк, разлитый по стене или золотой песок. Не обработанный камень и, как ни странно, модный теперь цемент. Можно даже сочетать это покрытие вместе с обоями. На изделие сверху наносится рисунок из декоративной штукатурки. Каждое полотно изготавливается вручную. Еще один большой плюс такого вида отделки – долговечность. Покрытие считается антивандальным, его можно мыть и использовать в помещениях с высокой влажностью. Декоративной штукатуркой не просто красят предметы, вплоть до предметов мебели, им придают фактуру. С помощью декоративной штукатурки можно даже создать рельеф на стене, даже самостоятельно. Также придать стене рельеф можно с помощью 3D-панелей. Это как большой объемный пазл с деталями любой формы цвета. Правда, стена под конструктором должна быть идеально ровной. Есть 3D-панели, которые небольшие по размеру, допустим. А есть 3D-панели, допустим, в виде перьев. Вот у нас было такое в практике. И там, конечно, между ними стыковка была достаточно сложная. И при установке их необходимо было подгонять и даже долепливать. Надоели панели, взяли их и перекрасили. А может, сменили на плитки или лепной декор в виде кирпичной кладки. Красивый эффект дают объемные трафаретные рисунки. А отдельные части стен вблизи мебели можно декорировать мягкими панелями. Они послужат изголовьем кровати или украшением прихожей. Мягкие стеновые панели – это набирающие популярность вариант оформления помещения, потому что они придают особый колорит и шик. С помощью этих мягких панелей можно приукрасить помещение. Они выполняют еще и ряд значимых функций. Они дополнительную звукоизоляцию и теплоизоляцию помогают создать. В общем, вариантов отделки так много, что можно легко почувствовать себя художником и на холсте стен своего дома написать настоящий интерьерный шедевр. Редактор субтитров А.Семкин